Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Мы озвучиваем Новый Завет с толкованием блаженного фофилакта и с комментариями, чтобы показать, какое сокровище Господь позволил нам издать. В каждом, то есть, вот, три тома, по 752 страницы, и здесь 240 иллюстраций. Не устава дарит, только 230. Вот мы насчитываем. Считает Никита Андреевич Хорресников. Итак, номер 10, 10 файл. Иоанна 7, 40, 143. Многие из народа, услышавшиеся из слова, говорили, он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Толкование. Престыженные смелостью речи, одни из народа, а не из начальников. Ибо начальники по зависти всегда были против Него. Исповедуют, что Он есть тот пророк, которого ожидают. Другие из числа неученых и нерассудительных говорили, что Он Христос. Не понимая, что Христос и тот пророк одно и то же лицо, они разные. Более неразумные говорят, что Христос придет не из Галилеи, а из Вифлеема и от семени Давидова. Но они говорили это со злым умыслом, а не как Нафанаил. И он говорил, может ли быть что доброе из Назарета? Иоанн 1, 46. Но говорил, как человек, сведущий и точный в законе. Пусть они и не знали, что Он из Вифлеема. Но как им не знать, что Он от семени Давидова? Ибо Мария, очевидно, вела свой род от Давида. Отсюда и открывается, что они говорили так злонамеренно. А расприя произошла в народе, а не в начальниках. Потому что начальники держались одной мысли, чтобы не принимать его за Христа. Иоанна 7, 44, 46. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям. И сии сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Толкование. Боложеного Феофилакта. Более умеренные в злобе противились славе Христовой только на словах. Толкование блаженого Феофилакта. Боложеного Феофилакта. А более бесстыдные, хотели и руки наложить, однако же божественная сила невидимо удержала их. Посмотрим, что отвечают фарисеям служители, посланные за тем, чтобы привезти его. Они очень благоразумны. Фарисеи считали себя мудрыми, читали Писание и чудеса видели, но восстают против Господа и как разбойники спрашивают, а чего вы не привели его? А служители убедились одним учением, без знамений. Так они были удовопреклонны к добру. А что они пленились не знамениями, а одним учением, что важнее, это видно из следующего. Они не сказали, никогда человек не чудодействовал так, но не говорил так. Так они были готовы и быстры к принятию слова, спасения. Но нужно удивляться не одному только благоразумию их, но и смелости. Они не робеют пред яростью фарисеев, не унижаются как служители и не говорят в угоду своим начальникам, но свидетельствуют об истине. Им должны подражать все, состоящие под властью начальников, и не слушать их, когда они приказывают что-либо несправедливое, как случилось и при Сауле. Он, вопреки закону, приказывал умертвить священников Божиих, но предстоящие не послушались и не сделали по его воле. 1 Царство 22, 17. Иоанна 7, 47 по 51. Фарисеи сказали им, неужели и вы прелестились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к нему ночью, будущий один из них, говорит им, судят ли закона человека, если прежде не выслушать его и не узнать, что он делает? Толкование. Почему фарисеи обращаются к служителям не с гневом, но с кротостью? И так мягко говорят, неужели и вы соблазнились? Потому что боялись, чтобы они совсем не отделились от них и не пристали ко Христу? Посему они говорят им очень кротко и ласково. Неужели соблазнились и вы, которые умнее прочих и всегда находитесь при нас, опытных в законе? Затем стараются убедить их примером, но очень неразумно. Разве говорят, уверовал в него кто-нибудь из начальников? Но кто виноват? Христос или те, которые не уверовали? Без сомнения, те подлежат осуждению, которые не уверовали. Народ называют проклятым за то, что он уверовал, между тем, как сами из-за свое неверие и за препятствие прочим веровать достойны бесчисленных проклятий. Для чего евангелист замечает о Никодиме, что он приходил к Иисусу ночью и что он один из них? Для того, чтобы обнаружить их ложь, они сказали, что никто из начальников не уверовал в него. А он показывает, что они и в этом случае лгут. Ибо вот Никодим и начальник, и один из них же, а уверовал во Христа. Что им замечает Никодим? Он говорит, разве закон наш осуждает человека, не выслушав его прежде? Симон показывает, что они ни закона не читали, ни требования его не исполняли, хотя и много мечтали о законности. Ибо если закон не велит никого убивать без предварительного суда, а они имели рвение к тому, не выслушав прежде, то, очевидно, они преступники закона. Сказал еще, и если не узнают, что он делает? Симон показал, что нужно выслушать непросто, но весьма внимательно, чтобы узнать, как нужно поступить, а не осуждать так, не разузнав дело. Иоанна 7, 52-53. На это сказали ему, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись все по домам. Иоанна 8, 1-12. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили ее посреди. Сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. «Ты что скажешь?» Говорили же они это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень», и опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи облегчаемым совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящие посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи!» Иисус сказал ей, «И я, не осуждая тебя, иди, и впредь не греши!» Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни!» Толкование. Когда Никодим весьма разумно обличил фарисеев в их противозаконном распоряжении, они раздосованы, с гробостью и даже зверством говорят ему, «И ты не из Галилеи ли?» Но как это идет в ответ на замечание Никодима? Он сказал, что без суда и следствия не должно обвинять человека. Без сомнения, в ответ на это им нужно было доказать, что они обвиняют Иисуса не без суда, но законно, что они и служителей послали схватить Его, и все делают так, как должно. А они что говорят? «И ты не из Галилеи ли?» Видишь ли, как неразумно? Видишь ли, какая непоследовательность в словах? Потом, выставляя Его невеждаю, говорят, «Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходил пророк, то и ступай научись, так как доселе не научился, что пророк из Галилеи не приходил». Говорят так, осмеивая Его, как несведущего. Но, о фарисеи, что Никодим сказал? Он не сказал, что Иисус есть пророк, но сказал, что не должно убивать Его без суда. Как же Он сказал то, а вы отвечаете на это другое? Так как они постоянно укоряли Христа Галилею, а принимали Его за одного из пророков, то Он показывает им, что Он не из числа пророков. «Я» говорит «свет миру». Свет в собственном смысле. Свет не пророческий, то есть не полный и слабый, но свет истинный, не ограничивающийся пределами Галилеи или Палестины, но свет миру и владыка всех людей. Я тот, о ком пророк сказал. Я положил тебя светом язычников. Исайя 42, 6. Сим изречением можешь пользоваться и против нестория. «Ибо не сказал Господь во мне свет миру, но я свет миру. Кто видим был как человек, тот же сам и был Сын Божий и свет миру, а не так, как пустословил несторий, будто Сын Божий обитал в простом человеке. Нет, Сын Марии и Божий, как сказано, был едино. Кто, говорит, последует за мною, тот не будет ходить во тьме, то есть не останется в заблуждении, но освободится от заблуждения и тьмы. Сим вместе одобряет Никодима и служителей, как прямо действующих и потому во свете находящихся. И фарисеям намекает, что они находятся в заблуждении и тьме, и в тайне строят ковы». Иоанна 8, 13, 14. «Тогда фарисеи сказали Ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истина». Иисус сказал им в ответ, «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». Толкование. «Когда Он сказал, «Я свет миру», Его обвиняют за то, что Он сам о себе свидетельствует. О безумие! Они постоянно приводят свидетельство о себе из Писания, а они обвиняют Его, что Он сам о себе свидетельствует, потому и Он отвечает им по лукавству их. «Пусть так, что я сам свидетельствую о себе, хотя на деле не так, а я имею трех свидетелей, Отца Моего и дела Мои и Писания, как и выше сказано». 5.33, 36, 37 и 39 стих. «Положим, что я сам свидетельствую о себе, но если я и сам свидетельствую о себе, свидетельство Мое истина, потому что я знаю, что я Сын Божий и не простой человек, но свыше приходящий и Бог. Как же и свидетельство Мое ложно, когда я Бог и посему достоин веры? Бог, без сомнения, достоин веры и свидетельствий о самом себе. Притом я и пойду к Богу истинному, как же, намереваясь идти к истинному, я буду лгать?» Иоанна 8, 15-16. «Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу, а я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». Полкование. «Я, — говорит, как Бог и пришедший свыше, свидетельствую о себе истину, а вы смотрите только на видимое, и как я во плоти, вы принимаете меня за простую плоть, а не за Бога и пришедшего от Бога. Вы судите по плоти, то есть ошибочно, как о живущем по плоти говорится, что он живет порочно, так и о судящем по плоти нужно сказать, что он неправедный судья. Потом, как бы кто сказал, «Если мы иудеи судим несправедливо, то почему не наказываешь, почему не осуждаешь?» А он говорит, «Я не за тем пришел, чтобы судить, я ныне не сужу никого, а если и сужу, то суд мой истинен, и если бы я захотел судить, вы были бы осуждены. Ныне же вы остаетесь без осуждения, не потому, будто я не могу осудить вас, но потому, что ныне не время, так как осуждение на вас я сберегаю до второго пришествия». Так и в другом месте он говорит, «Я пришел не судить мир, но спасти» Иоанна 12, 48. «А что он, судья всех, есть, слушай неложные уста. Отец всякий суд отдал сыну» Иоанна 5, 22. «Посему, когда слышишь, я не сужу никого, то разумей сие слова не о будущем пришествии, а о первом. Сказав, «Я не один только, но и отец мой со мною», он объявил, «Не один только я, осуждаю вас, но и отец, ибо не иначе сужу я, и иначе судит отец, но как я, так и он, и как он, так и я». Иоанна 8, 17, 18. «А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина». Второзаконие 19, 15. «Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне отец, пославший меня». Толкование. Ариане и Евнамиане, не признающие сына единосущным отцу, пусть скажут здесь, «Если бы он не был единосущен, то как бы смирился сказать, «Я имею свидетельство и достоверность такие же, как и отец». Как два человека свидетельствуют о чем-либо, и свидетельство их истина, очевидно, что и достоверность их одинакова. Так и здесь он доказывает, что свидетельство его самого ничем не ниже свидетельства от отца. «Ибо слушай, с какой властью он говорит далее, я сам свидетельствую о себе, и отец свидетельствует о мне. Видишь ли, равенство власти, и как он выставляет себя столько же достоверным, сколько и отец. Этого он не осмелился бы сказать, если бы достоинством был ниже отца, и не был бы ему равен и единосущен. Ибо, если бы он хотел показать, что в чем-нибудь уступает отцу и меньше его, то не сопричислил бы себя к отцу, и свидетельство своего не сопоставил бы со свидетельством отца. Но, будучи рабом, как бы охальхульствовать еретики, обратился бы к кому-нибудь из сарабов, и его сделал бы со свидетелем, например, Иоанна, Моисея. Да и вообще, если бы он пожелал таких свидетельств, нашел бы их множество. Но теперь он желает показать свое единосущное с отцом. Потому и сопричисляет себя к отцу. Если в других местах он приводит свидетелей себе Иоанна, Моисея и пророков, то не удивляйтесь ему. Он делает это приспособительно понятию слушателей. Они Иоанна и Моисея ставили выше его, посему он и приводит свидетельство тех, кого они читали славными великими. Высокое понятие они имели о Боге и отце, ибо что иное прославляли они, как не Бога. Посему теперь он приводит свидетелем его самого, сущего над всеми Бога. А как он из самого себя сопоставляет с таким непогрешимым и неложным свидетелем, то весьма очевидно, что он имеет одинаковую с отцом важность и власть. И те, которые называют его рабом и по всему меньшему отца, должны посрамиться. Иоанна 8, 19, 20. «Тогда сказали ему, где твой отец? И Иисус отвечал, вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Толкование. «Так как спрашивали его об отце в виде искушения, а не с целью познать истину, то он их не удостаивает ответа, но говорит, вы не знаете ни меня, ни отца моего. То есть не можете знать отца моего без меня. Хотя вы и думаете, что почитаете Бога, но как не веруете, что он отец мне, истинному сыну, то нет вам никакой пользы. Вы и не знаете его, как должно знать. Слышишь ли, нечестивец, подчиняющий сына отцу? «Если бы он не был единосущен с отцом, то как бы сказал, что если бы вы знали меня, то знали бы и отца? Ибо если, по вашему мнению, сын есть тварь, то как знающий тварь знает и Бога? Кто знает существо ангела, тот еще не знает уже и существо Божие. Если же знающий сына знает отца, то сын подлинно одного и того же существа с отцом. И при этом они не понимали, что делом силы истинно Божеской было то, что он, окруженный врагами, среди их оставался невредимым и неприкосновенным, тогда как они прежде Пасхи искали его и подстерегали. Кого искали, когда его не было? И против кого даже в отсутствие его не иствовали? Того, когда он среди госсетей не могут взять. Они давно желали умертвить его, но были удерживыми невидимыми узами силы его. Ибо ему нужно было доле оставаться живым во плоти, дабы доставить людям больше пользы через совершение больших чудес и преподание большего учения. Иоанна 8, 21, 24 Опять сказал им Иисус, «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете придойти». Тут иудеи говорили, «Неужели Он убьет сам себя, что говорит, куда Я иду, вы не можете придти?» Он сказал им, «Вы от нижних, Я от вышних, вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не веруете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Толкование. Хотя они желали избавиться от Него, просили Его удалиться от них и даже хотели убить Его. Однако же настоящее обстоятельство представляет себе так важным, что пришли от Него в недоумение. «Я отхожу, неужели Он убьет сам себя?» Отвергая такое их положение и показывая, что самоубийство есть дело преступное, Господь говорит, «Вы от нижних, и не можете помыслить ничего божественного. Поэтому вам естественно так думать, но Я не от сего мира, то есть не забочусь ни о чем мирском и земном, и потому никогда не могу дойти до такого безумия, чтобы убить самого себя, ибо это дело бесовское, а не божеское». Здесь Аполлинарий, ухватившись за сие изречение, вслед за манихеями говорит, «Видишь ли, тело Господа было не от сего мира, но свыше, с неба, как и Павел говорит, что второй человек Господь с неба, 1 Корифм 15-47, «Вы не от мира» Иоанна 15-19, «ужели так, что и они имели тела с неба, а не от всей твари? Вы не по плоти» Римляна 8-9, «говорит не потому, будто они бестелесны, но свидетельствует об их любомудрии и свободе от плотских страстей. «Если не уверуете в Меня, то умрете во грехах своих. Если Он пришел за тем, чтобы взять на Себя грех мира» Иоанна 1-29, а получить прощение грехов можно не иначе, как через крещение, креститься же невозможно, не уверовав прежде, «то неверующий неизбежно умрет во грехе своем, ибо, не приняв крещение, он не совлекся ветхого человека. Посему и Господь в другом месте говорит, что неверующий уже осужден» Иоанна 3-18, «не потому только, что не уверовал, но и потому, что умирает с прежними грехами» Комментарий Игнатия Лапкина «Креститься же невозможно, не уверовав прежде», говорит блаженный Феофилакт. Но у нас сейчас это стало возможным. Большинство людей в православных храмах крестятся неверующими, и даже не крестятся, а им просто поливают затылок водой. Правило 8-го Вселенского Савора «По елику» «Некоторые из еврейского вероисповедания, блуждая, возомнили ругаться Христу Богу нашему, притворно делаясь христианами, втайне же отвергаясь Его, и скрытно субботствуя, и прочее иудейское исполняя, то определяем, сих ни в общении, ни в молитве, ни в церковь не принимать, но явно быть им по их вероисповеданию евреями, и детей их не крестить, и раба им не покупать или не приобретать». «Если же кто из них искреннею верою обратится, и исповедует оную от всего сердца, торжественно отвергая еврейские их обычаи и дела, дабы через то и других обличить и исправить, всего принимать и крещать детей его, и утверждать их в отвержении еврейских умышлений, если же не таковы будут, а отнюдь не принимать их». Толкование на это правило епископа Никодима Милоша. «Относительно этого последнего, то есть, что не следует крестить детей этих, мнимо обращенных в христианство евреев, Вальсамон в толковании настоящего правила замечает, что и турки нечто подобное тому, что и евреи делали и приводили своих детей к христианским священникам для крещения, смотря на крещение не как на таинство, но как некое телесное лекарство». В толковании 84-го правила Трульского собора Вальсамон разъясняет, как это завелось у турок. Во время Патриарха Луки 1156 по 1169 пришли в Константинополь некоторые из турок, заявляя Патриаршему Синоду, что они христиане, ибо в детстве были крещены в своей земле христианскими священниками. На вопрос же, как это могло случиться, когда они следуют Мухаммедову закону, отвечали, что существует у них обычай крестить своих детей у православных священников, потому что, по их мнению, во всяком новорожденном ребенке находится злой дух и смердит, как собака, пока не получит христианского крещения. Из этого собор заключил, что крещение требуемого у христиан неверными и ищут последнее не с добрым православным намерением, но ради телесного лечения и не как средство, которое очищает от всякой душевной скверны, просвещает и освещает человека, но как некое лекарство и чародейство. Таковое крещение совершенно естественно Синод Патриарша не мог признать правильным и потому определил, чтобы эти турки, буди, желали бы, были вновь крещены, то есть признали их некрещенными, несмотря на то, что этих турок в детстве в кавычках крестили полным троекратным погружением. И теперь, если уверуют, то их нужно вновь крестить. Что же говорить о тех, над кем и погружений не было, или вовсе неизвестно, как их крестили? Тогда какое правило на таких? Апостольское правило 50-е. Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения единого тайной действия, но одно погружение, даваемое в смерть Господню, да будет извержен, ибо не говорил Господь, смерть мою крестите, но, идя, научите все народы крестях во имя Отца и Сына и Святого Духа. Толкование епископа Никодима Милоша. Кавычки открыты. В этом правиле предписывается совершать крещение посредством троекратного погружения крещаемого в воду. Причем духовное лицо, не совершающее таким образом крещение, должно быть извержено из своего сана. Употреблять при крещении вместо погружения обливание строго воспрещено, кроме случаев болезни. Церковь строго следила за тем, чтобы крещение в обычных случаях совершалось только через погружение, а не через обливание. Так что воспрещало даже принимать в клир лиц некрещенных вследствие каких-либо исключительных обстоятельств через погружение. Неокисарийский собор 12 правило. Впрочем, православная церковь не отрицает крещение, совершенного через обливание, так как этим еще не уничтожена сила таинства, но допускает его только в исключительных случаях. Вследствие некоторых исторических причин в 17-18 веках греческой и русской церковью было предписано перекрещивать римокатоликов, переходящих в православную церковь. Эти предписания мотивировались, между прочим, и тем, что римокатолики крещены обливанием, а не погружением в воду, вследствие чего крещение их считалось еретическим и стало быть недействительным. Итак, первое. Крещение неверующего крещением не является. Второе. Крещение обливанием это еретическое крещение и над уверовавшим обливанцем в кавычках должно заново совершаться по всем правилам. Переводится по книге правила православной церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинска, Нестерийского, том 1, Санкт-Петербург, а 1911 год, репринтное издание по благословению святейшего патриарха Алексея. Второе. Крестильца же невозможно не уверовав прежде. Иван Глетаана 8, 25-27. Тогда сказали ему Кто же ты? Иисус сказал им От начала сущий Как и говорю вам много имею говорить и судить о вас но пославший меня есть истинен и что я слышал от него то и говорю миру. Не поняли, что он говорит им о в отце толковании. Но поистине омрачились несмысленно их сердцем римлянам 1, 21. Я Я мог бы и ныне судить вас но оставляю это до будущего века а вы не веруете и не обращаете внимания на время воздаяния но если вы и не в ней веруете то истинен Отец мой который и назначил день для воздаяния вам и меня послал возвестить об этом и открыл мир его правду и силу Иоанна 8, 28 по 29 Посмотри как раз или еще все по славу Божию благодарю номера даже нет открыто